Здравствуйте, это Кошки ТВ, с вами Козлова Екатерина. Сегодня мы в гостях у главного тренера сборной района по футболу Романова Александра, который подведет итоги чемпионата муниципальных районов Самарской области по футболу 2014 года. Здравствуйте, я Романов Александр. Хотелось бы подвести краткие итоги чемпионата муниципальных районов Самарской области по футболу по итогам 2014 года. Чемпионат у нас начался 10 мая и закончился в прошлые выходные, 4 октября. По итогам пятимесячного марафона команда муниципальных районов Кошкинской заняла 6 место, имея в активе 12 побед, 2 ничьи и 8 поражений. С разницей забитых и пропущенных мячей 54-38. Хотелось бы выразить благодарность всем игрокам, команды Кошки, лично от меня, что в течение этих пяти месяцев они выделяли время для тренировок и для поездки на соревнования. Каждая суббота была занята, плюс у нас трехразовые тренировки были в понедельник, среда, пятница. Ближе к осени мы перешли на вторую четверг и пятницу. Хотелось бы подвести надельную благодарность тем, кто не пропускали игры. У нас есть игрок Маркинов Сергей, который не пропустил ни одной игры. Все 22 игры он был с командой. Также смешников Виктор провел, правда, 18 игр, но 4 игры, которые он пропустил, он провел сначала, была у него операция, потом послеоперационный период. Также благодарность смешнику Михаилу, Орлову Павлу, ну и всем-всем. То есть это вот кого я назвал, те, которые выступили 20 и более игр из 22. Значит, по итогам сезона лучшим бомбардиром команды «Кошки» стал Орлов Павел, у которого на его счету 17 забитых мячей. На втором месте Яндуков Александр, который забил 9 мячей. Отдельно хотел бы сказать про Яндукова. То есть в середине сезона он получил травму задней поверхности бедра, восстанавливался долго, выходил в игру и вновь ее надрывал. То есть как бы у него был скомканный сезон, но все равно за 16 матчей он успел провести 9 мячей. И 16 матчей это были неполные. Где-то менялся он, выходил на замену, и буквально через 10 минут он обратно чувствовал боль, менялся. То есть как бы тоже хотелось бы выразить, то есть превознемогая боль, то есть как бы ребята старались и играли. И третьим бомбардиром у нас стал Садиков Юрий, который забил 6 мячей. Он пришел к команду только во втором круге. И вот в 12 матчах он забил 6 мячей. То есть это тоже хороший результат для сезона. Также у нас еще отличились в команде Глаев Леонид, который забил 4 гола. Сашин Александр 3, Смешников Михаил 3 гола забил. Григорьев Алексей 4, Карташов Глеб 1 и Семенов Павел 3 мяча. И по итогам года у нас еще было 3 автогола. То есть наши ворота забиты были. Вернее, ворот соперников забили сами соперники себе. Значит, во вратарской линии у нас преимущественно отстоял Жиралев Алексей, у которого на счету 3 сухих матча. То есть это тоже большая редкость среди чемпионата области. Также несколько матчей у нас состоял Маскин Виктор. 9 матчей отстоял. Нет, не 9, извиняюсь. 7 матчей отстоял. И 15 матчей у нас состоял Жиралев Алексей. Значит, защитная линия у нас была составлена из игроков. Смешников Виктор, Писаев Александр, Маркинов Сергей, Карташов Глеб, Федоров Игорь. В первом круге Анкин Денис и Копылов Александр. Центральная полузащита, вернее, зона полузащитников, это защита еще Жиралев Максим. Значит, полузащитная линия составляла Смешников Михаил, Иглаев Леонид. Орлов у нас был как в полузащите, так и в нападении. Григорьев Алексей, Имамудзинов Раис, Бубнович Юрий, Семенов Павел. И нападение у нас было Садиков Юрий, Парлов Павел, Яндуков Александр. В целом, всех значимых игроков мы обозначили, которые у нас провели сезон. Значит, еще хотелось бы выразить благодарность водителю команды, которая практически все далекие выезды совершила. Это давлять наш Голос Феуллович. Выражаем большую благодарность от лица команды. В целом, сезон 2014, я считаю, можно занести в актив, потому что если сделать параллели по 2013 году, то команда набрала всего лишь 26 очков. В этом году у нас 38. И мы большой сделали рывок во втором круге, где именно совершили большее количество побед. 8 побед, это всего лишь 3 поражения. В свою очередь, нам бы хотелось выразить тоже благодарность телевидению Кошки ТВ от команды ФК Кошки, муниципаля района Кошкинский. И хотелось бы, чтобы мы впредь сотрудничали. У нас еще будет зимний сезон впереди, и кубок у нас будет, и так далее. Большое спасибо. От лица всех болельщиков хотелось бы выразить огромную благодарность нашим футболистам за их прекрасную игру, за их забитые голы и за веселое и отличное настроение на трибунах. С вами была Козлова Екатерина, и это Кошки ТВ. Всем отличного дня!